Всем привет, с вами Дима и питомник растений Каплант. И сегодня мы расскажем, как укрыть, притенить ваши растения на зимний период, чтобы весной они остались такими же зелеными и радовали ваши глаза. Так как очень часто весной мы читаем в комментариях, нам задают очень много вопросов, почему туя пожелтела или вовсе иссохлась. И для того, чтобы этого не произошло, мы сейчас подскажем, расскажем вам и раскроем все основные нюансы, которые позволят вам сохранить ваши растения в порядке. Для чего вообще нужно притенение, для чего нужно укрывать ваши растения на зиму? Притенение нужно для того, чтобы ваши растения не обгорали за зимний период. А почему происходит обгорание? Хвойные растения впадают в анабиоз зимой, когда температура опускается ниже нуля. Соответственно, их корневая система также засыпает. Но хвойные растения испаряют влагу в течение всего года. Соответственно, все солнечные лучи способствуют тому, чтобы влага испарялась. Для того, чтобы они не потеряли декоративность и не желтели, их нужно прикрыть от солнечных лучей. И для того, чтобы защитить от солнечных лучей, мы используем фасадную сетку. Это затеняет растение и помогает сократить подачу солнечных лучей примерно на 40-50%, что в свою очередь уменьшает испарение влаги. Еще один из основных вопросов, который нам часто задают, когда нужно начинать делать перетенение. Начинать делать перетенение нужно тогда, когда температура опускается ниже нуля, и растение впадает в анабиоз. Чем раньше вы это сделаете, тем больше эти растения будут благодарны вам весной. Советую сделать это в конце ноября, не позже. Какие растения нам необходимо укрывать? Топ-1 это туя. Я думаю, что об этом не нужно рассказывать, что первые два года туи необходимо притенение. Также помимо туи необходимо притенять можжевельники. Встречаются даже виды елей, которые необходимо притенять на зимний период, такие как ель коника. Они, конечно же, являются исключением от обычных елей, но про это тоже не стоит забывать. Как правильно притенить растения? Ну, для примера будем использовать тую в районе 2 метров. Для укрытия вам необходимо использовать фасадную сетку. Вы оборачиваете растение в два слоя, делаете как бы кокон. Но самое главное, не сжимайте ее очень плотно, иначе растение может спреть. После того, как вы обмотали ее в два слоя, вы прикрепляете ее хомутами от макушки для конца, для того, чтобы ни ветром, ни какие другие погодные слои не могли повлиять на конструкцию. Если у вас есть загородный участник в Санкт-Петербурге или Москве, то вы просто обязаны обратиться в компанию «Экоплан» для того, чтобы приобрести самые большие, самые зеленые и самые здоровые растения без посредников, без предоплат. Ссылочка будет в описании. Всех ждем. Также в саду может быть очень много растений, которые плохо переносят нашу суровую зиму. Из-за большого обилия снежных осадков ветви на ваших растениях могут деформироваться или еще того хуже сломаться. Также из-за очень больших и низких морозов ваши растения могут вымерзнуть. Поэтому для того, чтобы защитить некоторые из ваших растений, например, такие как тис или самшит, необходимо делать укрытие на весь зимний период. Для того, чтобы сделать укрытие, вам понадобится всего несколько материалов. Это бруски, низканный материал. Ну, мы используем спонбонд и советуем его использовать тоже вам скобы и шурупы. Больше вам ничего не пригодится. Мы устанавливаем деревянный каркас в виде либо треугольника, либо сферы. Для того, чтобы снег и все осадки, которые падали, они не скапливались на вашем растении, и ни в коем случае не сломали его или не повредили. После того, как вы установили каркас, вы оббиваете все это нетканным материалом, панбондом, как мы уже и говорили. И закрепляете все это степлером, скобами, шурупами, хомутами, чем угодно, лишь бы это не слетело и лишь бы это осталось с вами до весны. После того, как вы установили каркас, вы установили нетканный материал, самое важное – это сделать отверстие для вентиляции воздуха. Если вы не сделаете этого, ваши растения могут спредь. Весенние температуры очень-очень-очень активно нагревают этот корпус И внутри температуры может подняться до очень высоких градусов Чтобы этого избежать, вы делаете вентиляционные отверстия Которые позволяют воздуху проходить сквозь И тем самым остужать температуру внутри этого каркаса Это очень важно, не забудьте об этом Конечно же, возникает вопрос А когда снимать притянение с растений или укрытие с ваших рододендронов? Все это, конечно же, индивидуально Зависит от полосы и от погодных условий Но есть какие-то факторы, от которых можно отталкиваться Притянение растений необходимо снимать примерно где-то в 20-30 числах апреля Когда земля окончательно оттает Если же ваша земля еще не оттаяла, вы можете помочь ей Вы можете проливать ее теплой водой Для того, чтобы корневая более активно и более быстро начала впитывать влагу Укрытие необходимо снимать чуть ранее В районе 15-20 чисел апреля Также, в зависимости от погоды Как только температура приближается ближе к нулю и выше Вам необходимо снять укрытие для того, чтобы ваше растение не спрело Это очень важно Запомните это и возьмите на заметку Конечно же, как и многие работы Притянение и укрытие вы тоже можете произвести собственными руками Но, как вы знаете, лучше доверить дело профессионалам Профессионалам из Экоплант Выезд, расчет и работы можем произвести всего за один день Компания Экоплант дает гарантии на любые работы, произведенные нашими сотрудниками Поэтому вы можете не волноваться о проведенных работах и качестве выполненных работ Мы вас ждем, компания Экоплант Я так хочу себе ель Хочу голубую, хочу себе две Я так хочу себе тую по периметру посадить во дворе Я знаю, где все это взять Чтобы с доставкой, чтобы с посадкой Хочешь хоть вишневый сад Хочешь ландшафт с бонзаем и травкой Скидки больше 90 до процентов Да все просто 10 тысяч видов растений Все доставят, посадят за день Вам на Киев Дима тоже подтверждает Это не звезда, мы вообще всем сажают Всем сажают, всем сажают Все в Экоплант за новым урожаем